Корегинское СРП сменит оператора. Доля зарубежнефти в проекте увеличится до 40%. Усилить работу по трудоустройству. В регионе приступят к мониторингу ситуации с безработицей и тщательному поиску потенциальных работодателей. Арестовали имущество. В коррупционной истории по делу бывшего начальника ОБЭП появляются новые подробности. С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Министерство энергетики России поддержало договоренности, достигнутые участниками соглашения о разработке и добыче нефти на Хорегинском месторождении на условиях раздела продукции. Ранее «Тотали» и «Зарубежнефть» объявили о том, что французская компания передаст российской 20% участия в проекте и функции оператора. После завершения сделки «Тоталь» сохранит за собой 20%. Доля «Зарубежнефти» вырастет до 40%. А доля остальных участников норвежской «Статойл» и ненецкой нефтяной компании останутся прежними 30% и 10% соответственно. Достигнутое соглашение соответствует интересам Российской Федерации. Статус «Зарубежнефти» как стратегического государственного предприятия и большой опыт компании в освоении схожих по сложности и геологической структуре месторождений позволяет говорить о том, что оно повысит экономическую эффективность проекта Харегинской СРП, отметил заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов. Для реализации договоренности между компаниями «Тоталь» и «Зарубежнефть» Минэнерго намерена инициировать подписание дополнения к СРП. Обязательным условием подписания дополнения является получение необходимых одобрений со стороны правительства и заинтересованных государственных органов. Вопросы передачи имущества, технологий и контрактных обязательств будут решаться в рамках рабочей группы, созданной при Минэнерго. Государственная компания «Зарубежнефть» – давний надежный партнер округа, отметил губернатор округа Игорь Кошин. Помимо участия в Харегинском СРП, компания реализует на территории НАО еще два проекта. Речь о дочках «Зарубежнефть» и российско-вьетнамском «Русьветпетра», являющемся нашим крупным недропользователем, и «Арктик-морнефтегазразведки», добывающие на острове Колгуев. Высокая производственная культура, компания и ее богатый опыт добычи в Арктике дают основания рассчитывать, что поступления от Харегинского СРП в бюджеты страны и округа будут сохранены, а сокращение издержек производства повысит его эффективность. Недропользователи округа могут выступить потенциальными работодателями. Глава региона Игорь Кошин выступил с инициативой создания рабочей группы, которая, помимо проработки вопроса с недропользователями, будет мониторить ситуацию с безработицей в НАО, а также будет выявлять вакансии в компаниях, не уведомляющих по них службу занятости. На сегодняшний день в округе на 457 граждан, желающих трудоустроиться, приходится 291 вакансия. Об этом главе региона доложил директор Центра занятости населения НАО Руслан Волосков. Специалисты Биржи труда составили социальный портрет безработного гражданина НАО. Это семейный мужчина, старше 30 лет, проживающий в городе и имеющий среднее профессиональное образование. По словам главы региона Игоря Кошина, необходимо стремиться к тому, чтобы у каждого жителя округа была возможность устроиться на работу. Игорь Кошин поручил создать рабочую группу, которая будет отслеживать ситуацию на рынке труда, выявлять свободные ниши и вакансии. Курировать работу группы будет советник губернатора по социальным вопросам Сергей Сверидов. 90 человек выходят на рынок труда Ненецкого округа. В Ненецком профессиональном училище прозвенел последний звонок для четырех учебных групп. Вновь испеченные повара, автомеханики, электрики и трактористы получили дипломы о среднем профессиональном образовании и готовы к рабочей деятельности. А готов ли рынок труда к приему молодых специалистов узнавала Валентина Чебичек. Дарья Калугина уже как полгода работает в городском потребительском обществе. После получения диплома перейдет со ставки продавца на кондитера. На производственных практиках девушка поняла, печь торты и булочки ей куда приятнее, чем готовить обед. Практики проходила в Обедове, в Фениксе проходила, в СГК проходила практику. Мне понравилось кондитерское дело, кондитерским делами заниматься, там торты, печенье, всякие плюшки, бутрушки. Тем, кто с местом будущей работы еще не определился, поможет Центр занятости. Учреждение оказывает всестороннюю поддержку молодым специалистам. Там помогут составить резюме, дать рекомендации по собеседованию с работодателем, рассказать о вакансиях. Сегодня Центр занятости уже готов предложить выпускникам несколько вакансий. Шесть водителей автомобиля, четыре повара и четыре тракториста. Каждый день информация о свободных рабочих местах обновляется. Не потеряться на рынке труда и продолжить обучение поможет Центр содействия трудоустройства выпускников. Он работает на базе социально-гуманитарного колледжа с октября 2015 года. Как показала практика, после училища находят работу только 39% выпускников. Остальные либо ищут временный заработок, либо продолжают обучение. Молодые люди ищут работу после армии. В базовый центр содействия трудоустройства выпускников стекается вся информация о том, куда поступили выпускники, предположим, этого года. Если есть какие-то проблемы, тогда мы тесно очень сотрудничаем с Центром занятости населения. И может также обозначить вам помощь трудоустройства. На сегодня все 14 вакансий с работой в Наринмаре. Тем не менее, сельские предприятия и учреждения нуждаются в кадрах не меньше. Там нужны как раз и сантехники, там пригодятся и трактористы, и автомеханики. Всем найдется, и повара в том числе, всем найдется там место. Но для этого нам нужно еще теснее, может быть, работать с главами муниципальных образований, чтобы и они понимали, что трудовые резервы есть, их надо использовать. До 70% выпускников – жители окружных сел. А это значит, потенциальные сотрудники у сельских организаций есть. Теперь необходимо наладить связь между работодателем и соискателем. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Стабильная оперативная обстановка. В регионе 70% раскрытых преступлений. Создание народных дружин по территории всего Ненецкого округа и заметные успехи в борьбе с нелегальным алкоголем. Таковы итоги работы окружных полицейских за 2015 год. Данные были озвучены на коллегии управления внутренних дел. Начали по традиции с вручения полицейским очередных званий, отечившихся в службе отметили ведомственными наградами. Сразу после, с итоговым докладом выступил исполняющий обязанности управления МВД Сергей Сахаров. Глава ведомства сообщил, что в прошлом году было зарегистрировано 848 преступлений. В целом же оперативно-служебной деятельностью управления дана положительная оценка. Неплохих результатов полицейские добились в сопровождении уголовных дел по налоговым преступлениям, благодаря чему более 160 миллионов рублей были возвращены в бюджеты разных уровней. Изъято порядка 15 тысяч литров нелегального алкоголя. Коррупционной историей, фигурантом которой стал бывший начальник ОБП окружной полиции, появляются новые подробности. Наринмарский городской суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Наринмарского межрайонного следственного отдела и наложил арест на имущество, принадлежащее Сергею Савельеву. Речь идет о земельном участке площадью 700 квадратных метров и помещении общепита. Оба объекта расположены в Сочи, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Напомню, Сергей Савельев обвиняется в совершении преступления, получения через посредника взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в июле 2015 года сотрудник полиции, обладая служебной информацией о проводимых оперативно-розыскных и проверочных мероприятиях в отношении двух предпринимателей, через посредника потребовал передачи ему взятки и имущества на общую сумму 4 миллиона рублей, угрожая в противном случае уголовным преследованием за преступления, якобы совершенные предпринимателями в сфере экономики. После передачи части взятки в размере 1 миллиона рублей посредник был задержан с поличным сотрудниками регионального управления ПСБ по Архангельской области. В последующем был задержан и Сергей Савельев. Оба фигуранта уголовного дела будут находиться под стражей до 16 февраля. Вопросы оптимизации. Когда городская администрация сократит штатную численность госслужащих? Введение округа. Как бывшие городские школы прошли переходный процесс и все ли их устраивает? Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком округе провели заседание рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог», на котором представители законодательной, исполнительной власти региона и муниципалитетов отчитались об оптимизации штатной численности служащих. По итогам заседания стало понятно, что рейтинг самосохранения чиновников возглавила мэрия. Алина Вучейская продолжит тему. Сокращение штатной численности работников в нынешних экономических условиях коснулось едва ли не каждого предприятия в нашей стране. Большое внимание уделяется и сокращению армии чиновников, в Ненецком округе в том числе. Впрочем, не все представители власти готовы идти на такие меры. В город администрации, например, ситуация и вовсе близка к абсурду. Решение передать сферу образования из мэрии в администрацию региона было принято еще в сентябре 2014 года. Именно тогда был принят 95-й окружной закон. Мэр Татьяна Федорова тогда попросила отсрочку исполнения закона, как она объяснила, для того, чтобы подготовиться и качественно провести передачу полномочий. Окружные власти пошли навстречу и дали время до 1 января 2016 года. Впрочем, вовремя мероприятия по передаче полномочий и сокращению работников выполнены не были. Я считаю, что бездействия мэра города по осуществлению вовремя мероприятий, связанных с передачей полномочий, повлекут дополнительные расходы из городского бюджета на зарплату работникам. Потому что вовремя их не предупредили об увольнении. Уволить сейчас их можно только по истечении двух месяцев. Уведомления работники Управления образования получили в конце декабря. Поэтому сейчас им придется платить зарплату практически еще два месяца. 16 городских управленцев в сфере молодежной политики образования и спорта и ныне продолжают работать и получать зарплату. А по сути просто просиживать штаны и получать за это деньги. А ведь проведи мэр города все необходимые кадровые изменения вовремя, городской казне удалось бы сэкономить не один миллион рублей. Только на выплату выходного пособия придется потратить порядка 11 миллионов рублей. Еще порядка 6-7 миллионов уйдут на зарплату, которую будут выплачивать два месяца. Эта ситуация вызвала большой резонанс среди жителей. А люди возмущены. Стоит ли сократить средства на содержание аппарата городских чиновников? Однозначно, конечно, да. А почему? Потому что слишком много. Сокращают и режут рабочих лошадей. Оставляют. В общем, один с ложкой, а взади. Не по заслугам, потому что получают. Что такого они для округа делают, чтобы такие зарплаты получать. И доплаты всякие. И доплаты. А зачем им содержать эти дублирующие организации какие-то? Как вы считаете, стоит ли сократить средства на содержание чиновников из мэрии? Вообще выгнать всех надо. Стоит ли сократить средства на содержание чиновников из мэрии? Да, конечно. А почему? А потому. Пенсию сравнить и их заработки. И вам зарплаты добавите. Ходите по разной погоде. Алина Волчейская, Антон Водряков, телеканал «Север». Если говорить о самом процессе реорганизации системы образования в Наринмаре, то он происходит в штатном режиме, заявил руководитель Департамента образования, культуры и спорта Галина Медведева. Между тем, волнующее педагогическое общество вопросы, связанные с передачей полномочий и организационные моменты, сегодня обсудили на встрече руководителей школ детских садов с Департаментом образования Ненецкого округа. Самые тяжелые моменты позади. Уже зарегистрированы уставы школ, идет работа по открытии счетов в казначействе, подготовка документов для переоформления лицензий на образовательную деятельность. Финансирование школ будет выполнено в полном объеме. Часть средств уже получил детский сад «Кораблик». Заведующая садиком Светлана Плотникова говорит, что это заслуга всех участников образовательного перехода. Ожидали, конечно, более длительных сроков оформления документов, но сработали очень быстро. Детские сады, я считаю, все в городе сейчас работают в штатном режиме. Сотрудники практически не ощутили никакой нервозности, волнения, потому что при переходе нам очень большую помощь оказали департамент, налоговая очень быстро сработала, я имею в виду, с документами. Работаем в штатном режиме, заработная плата, все считаем, выплатим. А планы на будущее будут все так, как запланировано, да? Я думаю, что будет еще лучше. О слаженности процесса говорят и директора городских школ. Все идет в плановом порядке, никаких задержек в заработной плате не предвидится. Отработали бухгалтерия и администрация очень хорошо. Отработало, наверное, управление образованием округа тоже очень четко и правильно. И мы вошли, так сказать, в государственное учреждение практически без потери, без каких-то затрат материальных и моральных в том числе. На качестве это никак не отразится, потому что все, что мы запланировали, мы исполнили. Учителя отреагировали на этот переход спокойно, с пониманием. Теперь, когда система образования находится в одних руках и представляет собой одну семью, городские школы и сады могут тесно взаимодействовать с поселковыми коллегами, делиться с ними интересными методическими разработками, сценариями, опытом в научно-техническом творчестве. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Как проходит процесс передачи образовательных учреждений города в ведение округа, в интервью нашему телеканалу рассказала заместитель губернатора, руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Галина Медведева. С 1 января мы приняли городские образовательные учреждения всех типов и идет в спокойном режиме все. За первую неделю мы все уставы отработали, то есть мы получили уже зарегистрированные в налоговой инспекции. Затем казначейство точно так же очень быстро сработало достаточно. На сегодняшний день открыты счета в образовательных организациях. В части образовательных организаций уже началось финансирование, то есть мы перечисляем. Они получают ЭЦП, ну для того, чтобы могли производить определенные финансовые операции. Кроме того, завершается и процесс сегодня подписания соглашений о выделении субсидий. И финансирование оно и сегодня идет, и вот с 25-го оно пойдет в плановом режиме по всем учреждениям. До учреждений сегодня доведено, когда им будут идти поступления. И прежде всего, это, конечно же, первая часть заработной платы, которую они будут выплачивать. То есть задержек по заработной плате нет? Задержек от нас нет. Я думаю, что и очень быстро сработают и сами школы по перечислению этих средств. Начисление проведено. Это первая часть заработной платы, да. Поэтому достаточно быстро должно все пройти. А повлиял этот процесс передачи на качество работы школы, так скажем? Ну, это, наверное, только на качество работы директоров и, главное, бухгалтеров, да. Потому что у них действительно объем увеличился, и нужно было все делать очень не просто быстро, а делать надо было очень качественно. Если некачественно сделаешь тебе, то в одном месте не примут, то в другом, да. Поэтому здесь было очень четко сработано ими. А учебный процесс, он как начался, пошел в штатном режиме. Сбоев в учебно-образовательном процессе нет. Школа работает по своим нормативкам, да. Школа работает по своему расписанию, по своим штатным, как они определяли. Мы провели на сегодняшний день консультации со всеми директорами школ пока, да. Дальше мы пойдем по детским садам. Цель наша основная – познакомиться, что представляет из себя школа, какая у нее действует программа развития, на что нацелена школа, какие у нее есть перспективы, задачи, предположим, да, что они видят в будущем, это первое. Ну и второе – они принесли и свои, кроме штатных расписаний, еще и положение об оплате труда. Для того, чтобы посмотреть, есть ли большая, небольшая разница, потому что мы все равно должны с сентября, да, мы говорим, переходить на единую систему оплаты труда. Это же понятно, да, в любой точке единого субъекта должна быть единая система образования, единая система культуры, ну и единая система оплаты труда. Несомненно, а уж в одной-то отрасли тем более. Поэтому вот сейчас, как только пройдет, в феврале мы начинаем смотреть эти положения сами, отрабатывать, ну и дальше будем отрабатывать со школами. Муниципальное образование округа подвели итоги реализации грантов на благоустройство. Практически в каждом населенном пункте на средства окруженных грантов установили новые детские городки и спортивные площадки. Гранты на благоустройство. Муниципальное образование округа подвели итоги использования средств, выделенных из бюджета округа. На улучшение жизни сельчан было потрачено более 100 миллионов рублей. 12 муниципалитетов в прошлом году выиграли гранты от 2 до 20 миллионов рублей. Средства были использованы на усмотрение поселений. Администрация деревни Антик использовала грант в 5 миллионов рублей на самые необходимые. Подсветка памятника героям войны, полкилометра тротуаров и универсальная спортивная площадка. Зимой она будет служить катком, а летом – площадкой для волейбола и баскетбола. Пешеходные тротуары старой деревни сделали, там вообще никогда их не было. И по набережне, по берегу. Ну всё, лучше людям ходить. Ну и мост тоже, мост вообще разваливал. Сейчас можно и по нему ездить, и ходить можно. Потому что в Антике с одного берега на другой не попадёшь. Практически в каждом населённом пункте, который стал победителем конкурса грантов, установили новые детские городки и спортивные площадки. Обновились тротуары и дороги, на улицах появились урны, скамьи и клумбы. Нальминос временно решил проблему с мусором. В посёлке установили мусорные контейнеры на тракторных санях и смонтировали ограждения мест временного хранения твёрдых бытовых отходов. В Красном проведено дополнительное уличное освещение. В ОМИ закуплена снегоуборочная техника. В Нижней Пёшино средства гранта обустроили водоотводную канаву и проложили дренажную трубу для осушения придомовых территорий. Кроме того, в сёлах привели в порядок памятники участникам Великой Отечественной войны. У нас было 4 миллиона выделено и проведено два мероприятия. Это установление памятника участникам Великой Отечественной войны и второе мероприятие – отсыпка подъездных путей. Мы все деньги освоили в полном объёме. В 2015 году всё закончили, все мероприятия, к концу года. Мероприятий в плане много. Конечно, наверное, будем подавать документы и участвовать. В итоге преобразить свои поселения смогли 12 муниципалитетов – Приморско-Акуйский, Великовисочный, Пёшский, Омский, Малоземельский, Тельвисочный, Юшарский, Карский, Колгуевский, Коткинский и Антикский. Годом ранее средства на благоустройство предоставлялись по другому принципу – по 4 тысячи рублей на одного жителя поселения. В 2015-м подход был изменён. Размер выплат зависел от выполненных работ по благоустройству в предыдущем году. В 2016-м году бюджет – запланированные средства на предоставление грантов в муниципальном образовании. Там порядка сейчас 100 миллионов рублей. В настоящее время разрабатывается новый порядок, уточнённый. Возможно, гранты будут предоставляться на определённые цели. Для этого поселению будет необходимо составить проект и защитить его в департаменте. Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире. Продолжение следует...